Добрый день, дорогие телезрители! Это программа Кочаронлайн, студию ведущий Алексей Ковтун и Екатерина Иванова. К сожалению, режим всеобщей изоляции, который все еще продолжается во всей стране и в Карачаево-Черкесии, вынуждает нас не только не приглашать гостей в нашу студию, но и в целом менять формат нашей программы. Но не только он меняется, меняется и наша жизнь, и в целом наши привычки, и даже некоторые убеждения меняются в течение всего этого времени. Да, и вчерашнее выступление Владимира Путина о том, что до 11-го еще будет продлен режим самоизоляции, это не повод на самом деле расслабиться и принять его слова, как, ну, наверное, можно уже как-то и выходить потихоньку. Вот, а 11-го вообще отменят. На самом деле режим самоизоляции просто продлен до 11-го числа, все ограничения сохраняются в полном объеме, поэтому, собственно, гостей в нашей студии нет. Мы будем связываться с ними по видео, по скайпу, ролики, интернет и так далее. Вот, коронавирус, каким бы страшным вирусом он не был, это все-таки не компьютерный вирус, по электронным сетям не распространяется. И вот связь через интернет самая безопасная связь на сегодняшний день. Ну, и вы, дорогие телезрители, можете присоединиться к нашему общению, позвонив по телефону 800-775-03-24 или написав нам в группу в WhatsApp, телефон будет регулярно появляться внизу экрана. Ну, а мы начинаем наш выпуск. Итак, статистика. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 330 подтвержденных случаев COVID-19, 14 человек выздоровели, двое, к сожалению, скончались. 99 пациентов остаются во временных госпиталях для лечения ковидных больных. Остальные проходят лечение в изоляции дома под наблюдением врачей. А сейчас о статистике по стране и в мире. Начнем с Северного Кавказа. В Кабардино-Балкарии 45 новых случаев заражения за сутки, всего 412 инфицированных с начала пандемии. В Чечне 465 случаев, это плюс 18 за сутки. В Ставропольском крае 519 заболевших, дневной прирост 28 человек. В Северной Осетии их сегодня 670, то есть прибавился 121 пациент за сутки. Прямой интерполяции с митингом, который прошел в Владикавказе неделю назад нет. Но вот статистика говорит, что последние несколько дней количество заболевших в Осетии резко увеличилось. Каждый день трехзначные цифры. А в Ингушетии зараженных буквально на несколько человек больше, чем в Осетии. 679 плюс 49 инфицированных за день. А вот Дагестан, он, похоже, прочно вошел в пятерку антирейтинга российских регионов по абсолютным цифрам зараженных. Их там 1231 человек, за день прибавилось 84 зараженных. Что касается общероссийской статистики, то суточный прирост зараженных составил 5840 человек. Инфекция за день унесла жизни 108 россиян, выздоровела 1830. Если говорить об общемировых данных, то цифры зараженных 3 миллиона человек. Наибольшее число пациентов все еще в Соединенных Штатах – миллион инфицированных. На втором и третьем местах Испания и Италия забыкают пятерку Франция и Германия. Вот эта вот пятерка наверняка уже навсегда останется в истории, потому что, ну, получается, после первой-второй недели, с того момента, как началась пандемия, уже она не менялась. Не менялась, да. И, кстати, заметьте, Китай, он не только первую пятерку, он, по-моему, уже первую десятку даже покинул в этом мировом антирейтинге. То есть на Китай теперь уже даже пальцем показывают как-то неприлично. Все остальные страны по количеству больных, крупные его уже, сильно обошли. Тут с Китая надо пример брать, там ребята молодцы, работают. А подробнее о ситуации с распространением коронавируса в стране и в нашем регионе конкретно, мы поговорим с пресс-секретарем управления Роспотребнадзора по КЧР Еленой Покровской. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Ну, на самом деле, вчерашний день стал таким знаковым, мне кажется, для всех россиян, потому что президент страны все-таки выразил надежду, что постепенно режим самоизоляции будет сниматься, но это все зависит от нас. С каким чувством вы посмотрели вчерашнее выступление? Главы Роспотребнадзора также было выступление. Вот расскажите, пожалуйста, о том, вот если вкратце, как вы оцениваете то, что вчера было сказано на федеральном уровне? Ну, прежде всего, Катя, я хочу отметить, что выступление нашего президента, конечно, вселяет у всех надежду и радость. И предчувствуем о том, что речь идет об окончании этого срока самоизоляции. Люди очень устали от этого вынужденного заточения в четырех стенах в своих квартирах. Но, как специалист, я, конечно, не испытываю таких радужных, совсем радужных надежд. Дело в том, что в нашей республике ситуация достаточно сложная, неоднозначная ситуация. И в речи президента и к выступлению Анны Юрьевны Поповой шла речь о том, что ситуация будет рассматриваться на местах в регионах. В тех местах, где достаточно благоприятная идет ситуация, где заболеваемость идет небольшими темпами или снижается, там будут меры ослабляться по самоизоляции и меры по усилению режима повышенной готовности. Но вот по нашей республике я хочу сказать, что статистика не очень эта статистика утешает. Дело в том, что по абсолютным цифрам, вы заметили, мы на последней строчке находимся, и все говорят, что Дагестан занимает определенные точки антирейтингов, у них 1231 случаи, но в Дагестане, собственно говоря, заболеваемость равна 40 человек на 100 тысяч населения. По СКФУ это тетаниста, а в нашей республике 70 человек на 100 тысяч населения. То есть гораздо больше заболеваемости. Если говорить про плотность заболевших, то у нас она гораздо больше. Да, дело в том, что население нашей республики в 6 раз меньше, чем население Дагестана. А число заболевших в 3,7 раз меньше, чем заболевших в Дагестане. То есть здесь я бы не стала уже так пальцем на Дагестан показывать. Поэтому проблемы есть. Вот в последние дни мы говорили о том, что у нас было снижение небольшое, прироста числа заболевших. Но вот сегодня опять немножечко цифры повысились, и я так думаю, что все равно будут более высокие всплески этой заболеваемости, потому что в принципе должны быть вот такие вот подъемы снижения. Это закономерность есть такая. И, собственно говоря, я предчувствую это, потому что все-таки режим самоизоляции у нас выполняется не так уж и добросовестно, как хотелось бы. И вот и президент вчера говорил, и Анна Юрьевна подчеркала, что зависит от нас с вами о том, как мы будем выполнять этот режим самоизоляции. Вот сейчас начнется третий инкубационный период, третий срок инкубационного периода, третьи 14 дней. И они очень большое значение имеют. Мы обязаны выдержать разрыв, не передавать инфекцию, то есть на протяжении этих дней. Ну вот опять-таки очередной раз мы говорим о необходимости выполнять режим самоизоляции. Впереди пайские праздники, впереди такое искушение. Выбраться на природу, погода прекрасная, очень хочется. Но вот были даны вчера рекомендации Анны Юрьевны и нашей службой, в том числе даются рекомендации о том, как провести эти праздники нужно. И лейтмотивом всех этих рекомендаций идет главное строго соблюдать режим самоизоляции, максимально ограничить контакты. То есть это главная мысль. Нужно воздержаться от посещения родственников, близких, друзей. Не открывать для них двери своего дома, то есть не встречать гостей у себя дома, отказаться от таких моментов. С друзьями, с родственниками общаться только посредством дистанционных средств связи. Очень нужно трепетно и бережно относиться к здоровью тех наших родственников, которые старшего возраста, кто старше 60 лет. Тех родственников, у которых есть хронические заболевания, кто имеет определенную группу болезней и является группой риска. То есть если все-таки шашлыки, то у себя на дворовом участке и по скайпу с друзьями? Ну, если у кого-то есть, кто живет в частном доме, это, конечно, выход из положения. Эти люди, естественно, во дворе, в своем воздухе бывают. Ну вот там, значит, в среде рекомендаций есть такое небольшое отступление для тех, у кого есть загородный дачный участок. Вот, в принципе, разрешается, ну, можно выехать на эти дни на свой дачный участок. Но здесь очень много ограничений в этом случае. Прежде всего, нужно выехать туда не для того, чтобы там собраться огромной компанией с соседями или с друзьями, а просто вот в том же составе, в каком вы живете дома, в вашем семейном кругу. Не увеличивать этот круг общения с соседями, не контактировать по даче, соблюдать дистанцию, социальную дистанцию полтора метра, стараться с ними не общаться близко, то есть провести в своем семейном кругу. Ну и тут же такие же рекомендации по поводу транспорта. Если вы выезжаете на дачный участок, то, конечно же, рекомендуется выезжать на личном транспорте, ну, или на такси. И если вы используете такси, также оно не должно быть перегружено. Вы должны сидеть на заднем сидении, не рядом с водителем. Вы должны выполнять принципы гигиены, то есть выводить руки после машин, после поездки, обработать их антисептиком. Обязательно осуществлять поездку в средствах индивидуальной защиты, то есть в маске, перчатках. То есть это нужно все чутко продолжать соблюдать эти моменты. И также рекомендация следующего плана. Когда вы приезжаете на дачу, на дачном участке, также не забывайте мыть руки не меньше 30 секунд, намаливать эти руки, тщательно мыть ее проточной водой или водой из бутылки, бутылированной водой. Фрукты, которые вы там будете принимать в пищу, тоже только проточной водой или бутылированной водой. Значит, также продукты храните при надлежащем температурном режиме. Еще один момент, который очень касается нашей местности в том числе. Сейчас начинается пик активности эксодовых клещей. Если вы выезжаете на дачный участок, рекомендуется не забывать об этом, не забывать о средствах безопасности, профилактике укусов клещей. То есть не ходите по траве, не скошенной. Нужно пользоваться одеждой, которая закрывает все участки тела, обувь, которая с высокими голенищами. Не забывайте применять репелленты, отпугывающие этих насекомых. Ну и, естественно, самоосмотры и взаимосмотры. Каждые 20 минут нужно осматривать свое тело, не заползли на одежду клещей. Елена, извините, я вас прерву. Сейчас нам в студию поступил звонок. Давайте узнаем, с каким вопросом хочет обратиться телезритель. Добрый день. Добрый день, Екатерина Алексеевна. Меня зовут Игорь. Вот у меня такой вопрос. Когда все-таки ученые изобретут вакшину? Спасибо за вопрос. Все-таки, наверное, это один из самых актуальных вопросов. Что там насчет вакцины? Какие уже есть разговоры? Конечно, каждый день информация меняется, и зрители порой уже не успевают уследить за тем, в каком процессе находится создание, проверка, клинические испытания вакцин. Здесь быстрых новостей вы не ждете. Каждый день они не поменяются. Было объявлено о том, что российскими учеными разработаны несколько платформ вакцин. Их 7 или 8 или 9, я точно не помню сколько, но вот огромное количество этих платформ вакцин. И разработаны они различными институтами, различными исследовательскими организациями и учеными. Независимо друг от друга. И эти все вакцины, они практически, многие из них уже начали клинические испытания. Всемирная организация здравоохранения также в курсе работ научных, которые ведутся в нашей стране. И Всемирная организация здравоохранения, представьте, поддержала все эти наши научные разработки. Они отметили, что каждая из них достаточно актуальная и перспективная. Если я не ошибаюсь, мы говорили о том, что 6 вакцин уже проходят клинические испытания на людях. Клинические, да. Да, и вот теперь все ждут и результатов этих клинических испытаний. Насколько они будут обнадеживающими, настолько вероятность, что у нас будут, ну, наверняка, какие-то из них действительно будут эффективными. Мы надеемся на это. Да, и сейчас поступил на WhatsApp еще один вопрос от нашего телезрителя. В принципе, он повторяет то, о чем мы говорили по поводу самоизоляции на дому. Но на самом деле, ну, не все жители Карачаева-Черкеса еще смотрели каждую нашу программу. Кто-то присоединяется, и возникают немножко одни и те же вопросы. Вот, те, кто сидит на самоизоляции дома, то есть лечится дома под наблюдением врачей, вот, не заражают ли они своих родственников, не у всех же есть большие дома, чтобы как-то вот изолировать больного в какой-то части дома. Как быть тем, у кого однокомнатная квартира, как делать, чтобы им не заразить свою семью, если он заболел? И почему нельзя его госпитализировать? Вот этот любимый последний вопрос. Это про тех, кто вот по рекомендации врачей оставлен дома. Ну, понимаете, прежде всего я отмечу, что сейчас, значит, наши госпитальные фонды, они заполняются. И вы уже слышали новость о том, что недавно еще один запасной госпиталь на основе онкологического диспансера уже приготовлен на всякий случай. Вот, сейчас, на сегодняшний день у нас 93 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся под наблюдением в госпитале, лечатся в госпитале. То есть это определенно большое количество людей. И чисто логически нет смысла туда помещать людей, которых в легкой степени заболевание. Они могут проходить лечение дома. А койки могут понадобиться тем, кого тяжелых привезут завтра, послезавтра. Ну, может быть, понадобится. Ну, вообще-то, понимаете, вот сам принцип лечения. Вот есть такая пословица, дома и стены лечат, да? Это да. Да, вот дома все-таки, если тебе назначено правильное лечение, если тебе каждый день врач консультирует, вот в чем разница между находиться в госпитале и находиться дома. Дома только удобнее, только комфортнее. Что касается той части вопроса, когда есть родственники, есть семья, которая вместе находится. Ну, в таких случаях рекомендуют, конечно же, больного отделить в отдельном помещении, чтобы он не контактировал. Ухаживающие должны ухаживать в маске, выполнять режим динфекции, который им будет объяснен, разъяснен, очень плотно. Для тех людей, у кого нет таких условий, есть вариант, это обсервации. В республике есть эти обсервации, можно госпитализировать. То есть я хочу сказать, что в отношении каждого человека этот вопрос решается индивидуально, врачами на месте. Но также нужно не забывать о следующем еще моменте. Если человек жил в семье и заболел в семье, то получится вся семья была с ним в контакте. И, как правило, дальнейшие обследования всех контактных, а они проводятся сразу же, они показывают, что какая-то часть из семейного очага также подтверждается у них заболеванием. Потому что мы уже понимаем теперь все, что вирус достаточно контагиозный. То есть, к сожалению, когда свои стены лечат одного, то заражают другого? Ну, не потому что они заражают, а потому что люди находятся все-таки в близком контакте. Поэтому они заражают. Ну, это же элементарно. За ручку дернул, не обратил внимания, а второй человек подошел, и все уже. Да. Ну, в каждой семье, конечно, есть общие места пользования. И мы каждый день их не моем, день по 35 раз мы их не моем, день не дезинфицируем. И если мы не знали, что в семье есть зараженный, естественно, мы так скрупулезно к этим вопросам не относились. Это когда уже известно, что человек болен, и тогда уже подход к уборке, к дезинфекции, к гигиене у всех совершенно другим становится. Потому что каждый из нас в настоящий момент даже не думает, не подозревает и не верит, что он может быть сейчас больным. Хотя на самом деле, вот любой из нас в данный момент может быть уже заражен, пока и в бессимптомном. Тьфу-тьфу-тьфу. Да. Да, конечно, я желаю, чтобы это было так, чтобы мы были все здоровы. Но, тем не менее, отрицать этого нельзя. Поэтому это чисто психология. Когда люди знают, что среди них есть больной, они совершенно по-другому относятся к этому моменту, чем когда мы говорим, что это вероятно. Каждый думает, что само такого никогда не случится. И вот, к сожалению, все наши проблемы из этого и вытекают. Когда общаемся мы с контактными людьми, которые были в контакте с заболевшим в семейном очаге, потом выявляется о том, что вот как они все переконтактировали, несколько семей. Они съездили на выходных на дни рождения поздравить своих родственников, которые вот в одном том же селе находятся, там, ну, буквально рядышком. Съездили всеми семьями. Здесь вместе с тремя, другая семья с четырьмя детьми. То есть все переконтактировали между собой, потому что они поехали кого-то там поздравить. И в результате всех, и стариков своих, и всех они передали им инфекцию. Потому что никто не подозревал, никто даже не хотел думать, что гипотетически возможно, что кто-нибудь из нашей семьи, вот там вот из тех же гостей, как я туда приеду, и такие же точно приеду, может на самом деле в данный момент оказаться больным. Об этом никто никогда не думает, и в это верить не хочется. Мы хотим всегда верить в хорошее. Ну, это, наверное, вот то, что мы с самого начала и говорим, это такое качество нашего характера. Мне кажется, даже это не про россиян, а про весь мир, когда с кем угодно, но не со мной. Это да. По-моему, только Вьетнам проявил себя серьезно, ну и китайцы. Остальные как-то? Ну, потому что там, к сожалению, если с одним, то, скорее всего, и со всеми остальными, потому что плотность населения слишком уж густая. Елена, спасибо вам большое о том, что сегодня вот мы смогли поговорить о том, что нужно делать, как нужно жить во время майских каникул. Об этом мы, конечно, поговорим еще и завтра, перед самим наступлением праздников, потому что, к сожалению, нужно говорить об этом все время, потому что... Из каждого утюга. Да, выйдем ли мы из режима самоизоляции, вернемся ли мы, ну не мы в частности, а те, кто не приходил на работу в течение всего этого долгого срока, уже, мне кажется, скучают по своим рабочим местам и уже жаждут начать работать, не только там зарабатывать, но и в принципе заниматься чем-то, кроме считания квадратных метров в собственной квартире. Это все зависит только от нас самих, от вас, от нас и от вас тоже, Елена, конечно. От специалистов, да. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что завтрашний день принесет нам только хорошие новости. Я тоже на это надеюсь, Катя, и желаю всем не забывать о необходимости самоизоляции, набираться терпения и с достоинством пережить эти трудные дни. Спасибо большое. Спасибо вам. Вот так вот, если хочешь гулять летом, уехать в какой-нибудь отпуск, то... Купи необитаемый остров. Вы или хотя бы пересиди майские праздники. Вот действительно, ваше лето зависит от того, как вы проведете вот эти каникулы. Нет, на самом деле, тут надо как-то серьезно относиться к этой всей ситуации. Конечно, Владимир Владимирович сказал вчера, что вот, до 11-го продлим, там посмотрим, надо уже думать, как мы будем выходить. Но я хотел бы обратить ваше внимание телезрители. А вы помните, с чего как раз встреча Владимира Владимировича вчера началась с руководством регионов? А началась она с того, что президент сказал, а вот мне вы сегодня должны отчитаться, сколько коек, тысяч новых для инфицированных, вы к сегодняшнему дню подготовили. План был 95 тысяч коек. То есть, конечно, там в правительстве уже думают, когда будут отменять карантин, когда будут выходить из карантина, как 5-е, 20-е. Но 95 тысяч коек с запасом, по факту оказалось, 116 тысяч. Регионы должны по требованию федеральных властей подготовить и отчитаться. То есть, на самом деле, какие бы обнадеживающие нотки мы не слышали в заявлении президента, на самом деле, варианты, возможно, разные, и в Москве, и к разным вариантам готовятся. Еще один вопрос, я его специально не стал озвучивать сразу, по WhatsApp пришел, у меня закончился срок водительского удостоверения, чтобы получить новый, мне требуется пройти медосмотр, могу ли я его пройти дистанционно, почему я не стал озвучивать его сразу. Поясняю, на тему получения новых водительских прав, мы как раз сегодня, мои коллеги из новостного отдела, снимают репортаж. Вот, сегодня он еще не успеет выйти в эфир, завтра, послезавтра, как раз о том, как вот в режиме самоограничения, самоизоляции и так далее, и так далее, получаются водительские права. Сегодня, завтра смотрите, не успеете увидеть в эфире. Есть наш YouTube, есть наш Instagram, там все это будет выложено. Вот и на ваш вопрос, можно ли дистанционно пройти медосмотр, мы в этом сюжете тоже ответим. Поэтому следите за новостями. Теперь к другим новостям, простите за тавтологию. Почти 40% россиян положительно оценивают введенный режим изоляции, ожидая, что это может ускорить окончание пандемии коронавируса. Откуда это известно? Это известно из исследования сервиса поиска работы и подбора персонала, называется работа.ру, этот сайт. В рамках исследования за апрель приняло участие почти 3,5 тысяч пользователей этого сервиса изо всех регионов России старше 18 лет. Переходя к цифрам, хотелось бы спросить у вас, Алексей. Вот как ваша семья оценивает режим самоизоляции? У меня как-то семья распалась пополам на режиме самоизоляции. Я как-то самоизолируюсь на работе, а жена как педагог самоизолируется дома у компьютера с ватсапом и вот задание детям дает. Единственное, кто у меня полностью самоизолирован на 100% это дочка маленькая, которая в садик не ходит и из-за этого страшно расстраивается. На улицу нельзя, играть нельзя, друзей нет, вот на горке не покататься, не выпускают злые родители. Они просто приходят и говорят, что в садик хочу, ну извини. Вот, дядя Володя сказал, что надо подождать, ну ждем. Ну вот, кстати, та же самая ситуация, мне кажется, настигла большинство семей. Например, у меня та же история. Мама работает, я работаю, а бабушка с младшей сестрой в режиме самоизоляции тоже очень страдает. Да, с завистью на вас смотрят. Да. Что это вам можно? Одна хочет на работу, другая уже жаждет пойти в школу, поэтому вот когда бы мы еще могли о таком сказать, что дети хотят ходить в школу и жаждут встречи с учителями. Да, месяца два назад. А родители мечтают пойти на работу. Такого даже в конце августа не было. Точно. Но шутки шутками, если, конечно, говорить о конкретных цифрах, о настроении жителей не только нашей республики, а всей страны относительно самоизоляции, то хочется сказать, что большая часть, это почти 40%, считают, что самоизоляция это хорошо. Около 30% считают, что самоизоляция это, ну так, нейтрально относятся. И чуть меньше 30%, 28% до сих пор не считают необходимым самоизолироваться и относятся к этой инициативе негативно даже. Почти треть, это много. Данные показало исследование, но мне кажется, что те, кто раньше относился нейтрально, а потом положительно, уже просто устал и стал относиться негативно. То есть это все понятно. Психология, да. Наши жители, жители нашей страны просто устали от четырех стен, от невозможности общаться с близкими. Это хорошо, что на самом деле мы не в Индии живем, там миллиард 300 человек, загнали в изоляцию. Кто не видел, посмотрите в интернет, как индийская полиция не дубинками, даже у них дубины полутораметровые загоняет в изоляцию. У нас все на самом деле очень хорошо. Лояльно. Не дай бог нам такую полицию, как индийская, не дай бог. У нас с Росгвардией все отлично. Без шуток, посмотрите на индийскую полицию в интернете, вы поймете, что я имею в виду. Ой-ой-ой, что творится. Но, вот что сейчас известно без опросов и статистики, так это то, что сейчас буквально все живут, знаете, в некотором состоянии неопределенности. Вот подвесила нас третья неделя самоизоляции, инувшая, четвертая даже уже. Вот, еще вчера оказалось, что мы... Даже со счета сбились, настолько неопределенность у нас. Мы вчера пытались посчитать третья, четвертая. Когда все началось? Никто уже не помнит, когда все-то началось. Как давно было. Но точно уж запомнят, когда это закончится. Это будет праздник. Это будет большой национальный праздник. Все как на майскую демонстрацию выйдут на улицу, не знаю, с флагами или транспарантами, но то, что выйдут и пройдутся, и будет по центральной улице всех городов демонстрации просто стихийной, потому что народ просто вывалит туда. Это вот железно. Вот, буквально вчера ведь казалось, что мы как-то своей жизнью управляем, каждый сам, да, что-то планирует, что-то делает, получилось, нет, но каждый сам рулевой своего счастья, потом хоп, коронавирус, самоизоляция. И оказалось, что не сильно-то мы на самом деле своей жизнью управляем, она зависит во многом не от нас, но вот общение с родственниками, знакомыми онлайн, не вживую, оно тоже добавляет некоторой тревожности. Мы как-то привыкли, вот человеку в глаза надо посмотреть, да, чтобы понять, что он думает, как там. Особенно в нашей республике маленькой, когда каждый живет поблизи своего родственника, это действительно тяжело. А тут как-то вот через интернет неожиданно. Вот, и чтобы прийти в себя, есть такое вот предложение, придумать пятиминутки свободного времени и предложить вот их своим коллегам так массово провести. Эксперт специального проекта «Все будет хорошо» запущенного сайтом stopcoronavirus.ru расскажет, как справляться с возрастающим эмоциональным напряжением с помощью вот таких вот творческих пауз. Давайте посмотрим, и может быть, и мы предложим своим коллегам какие-то такие способы с пользой провести время. Не-не-не, пусть сюжеты пишут. Для того, чтобы управлять стрессом, нужно понять, почему мы находимся именно сейчас в этом состоянии. Давайте разберемся. Первое. Во-первых, мы буквально недавно думали, что мы управляем своей жизнью, у нас были планы на ближайшую неделю, месяц и даже год. И тут в один момент у нас действительно это отняли. И, конечно же, в ситуации неопределенности самое главное опираться на то, что есть нам понятное. И это, как ни странно, мы сами. Поэтому очень важно в этот момент максимально фиксироваться на состоянии собственного тела. Вообще, удобно ли я сейчас сижу, какие у меня эмоции, какие у меня мысли. И, поверьте, даже вот такое простое первое упражнение позволит вам уже обрести первое внутреннее состояние стабильности. Дальше. Что еще произошло? Мы действительно одномоментно перешли в состояние постоянной коммуникации онлайн. Это очень большое напряжение на наши зрительные системы. Мы меньше стали двигаться и, более того, мы обучаемся новым навыкам. И что происходит? На самом деле, буквально через 2-3 часа мы можем почувствовать себя усталыми. Во вторник мы себя чувствуем так, как будто бы отработали целую неделю. Почему? Дело в том, что во время обучения наш мозг потребляет огромное количество энергии. Более того, когда мы мало двигаемся, кровеносная система не поступает в маленькие капилляры. Поэтому второе то, что мы делаем, не забываем делать постоянные паузы. Буквально 25 минут провели совещание, 25 минут сделали какое-то дело, провели встречу, сделали 5 минутки, расслабились. И, кстати говоря, придумайте 5, 10, 15 разных таких пауз и 5 минуток. Она может быть танцевальная, можно попить воды, можно порисовать. На самом деле, вы точно найдете множество решений. И я не шучу ни про танцы, ни про рисование. Дело в том, что в состоянии творчества наш мозг погружается в очень важную, такую гармоничную составляющую. Ну и помним, наша нагрузка на зрительные системы. Что это значит? Помните игру. Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Так вот, не забывайте периодически закрывать глаза и фокусироваться на, что вы слышите. Найдите сейчас 5 звуков, которые вас окружают. Найдите 4 вещи, на которых вы можете дотронуться. Это абсолютно разные тактильные ощущения. Можно обнять кого-то. Найдите 3 аромата, может быть, даже 2 каких-то вкусовых ощущения. Сконцентрируйтесь на них. И после этого только принимайте решение. Вот такие простые правила. Фиксация на аудиальные, тактильные, ароматические ощущения. Точный план на сегодняшний день. Что я хочу сделать сегодня? Паузы через каждые 30 минут. Одна встреча, одно совещание, одна идея. Благодаря этому вы поймете, что в рамках сегодняшнего дня вы не просто управляете своей жизнью, но вы действительно получаете от этого удовольствие. Возвращаемся в студию, возвращаемся к вопросам, которые зрители присылают нам в нашу группу в WhatsApp. Спасибо за вопросы. Засчитываю. Можете что-нибудь ответить по поводу пригородных маршрутов? Почему городские маршруты работают, а пригородные закрыли? С уважением, водитель маршрутки. Али, точно ничего сказать сейчас не сможем. То есть, на самом деле, пригородные были закрыты сразу с введением главы республики в Карачаево-Черкесии режима повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. Ну, тут надо отдать должное и городские маршруты. Сильно зарезали, на самом деле. Все мы бываем на улицах и видим, что ходят гораздо реже. По поводу того, когда откроют пригородные маршруты, ну, очевидно, не раньше, чем будет отменен режим повышенной готовности. Поэтому пока надеемся, что после 11 мая, вот, если все пойдет хорошо, опять же, и после 11 мая начнут потихоньку все это дело отменять поэтапно, скорее всего, точную информацию вот в этот момент мы и получим. Пока все молчат. То есть, пока президент не дал отмашки начать постепенное отменение, ну, соответственно, ждем команды из Москвы, что называется. Что известно точно, так это то, что майские праздники все, они пройдут не то, что без пригородных маршрутов, а еще больше усилят контроль за ними, потому что во многих регионах уже с сегодняшнего дня начинается усиление по постам ГИБДД на маршрутах, которые ведут, например, от города к каким-то таким пригородным районам. Поэтому, действительно, вот в эти дни точно говорить о том, что начнут ездить маршрутки, какой-то общественный транспорт, который между городами ведет сообщение, это, конечно, нет. Как у нас будет в республике, так же в выпусках новостей следите. Возможно, какая-то новая информация будет, сразу вы ее получите. Нет, ну, реально, до 11-го числа осталось полторы недели. Вот взять всем выехать одновременно куда-то и испортить ситуацию с самоизоляцией, было бы, наверное, безрассудно. Буквально полторы недели потерпеть. Понятно, погода хорошая, замечательные праздники. Но, не дай бог ведь, согласитесь, уважаемые телезрители, не дай бог еще продлят. Насколько же это будет обидно. Сейчас, главное, медицинскую статистику не испортить, чтобы, наконец, отменили все режимы самоизоляции. Не будем портить статистику. Продолжаем. Близится 9 мая. И организаторы бессмертного полка на своем официальном сайте призвали воздержаться 9 мая от проведения массовых мероприятий, вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса в конкретном регионе. То есть, вот такое предложение. В условиях реальной опасности, даже по окончании установленного периода самоизоляции, необходимость воздержаться от проведения массовых мероприятий, она, в принципе, очевидна. Но организаторы говорят, что отказываться от проведения акции совсем не стоит. Существует несколько альтернативных вариантов того, как все-таки провести этот день и поучаствовать в акции «Бессмертный полк», который уже стал неотъемлемой частью нашей жизни. Так вот, первый вариант. Разместить фото или видео со своей семьей с портретом ветерана в социальных сетях с хэштегами «Бессмертный полк дома», «Мой полк дома», «Бессмертный полк 2020». Ваш пост из социальных сетей ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, у которых есть вот этот вот хэштег, даже если он один, а не все три, он автоматически попадает на сайт «Мойполк.ру» в раздел «Бессмертный полк дома». Вот такую информацию дают организаторы. Мне кажется, это прекрасный вариант поддержать не только жителей республики, своего города, но и всей страны. Да. Я, как бывший региональный представитель «Бессмертного полка» по Ингушетии, уважаемый телезритель, сейчас, может быть, кому-то открою тайну, но на самом деле «Бессмертный полк» – это не только шествие один раз в году, 9 мая, с портретами ветеранов. «Бессмертный полк» на самом деле – это огромный интернет-сайт, где каждый из вас, уважаемые телезрители, может создать страничку со своим ветераном. То есть прислать туда заявку. Ну, там у каждого региона есть свой региональный представитель. Вы просто ему присылаете информацию, фотографию, имя, отчество, боевой путь вашего ветерана. Он выдает вам пароль, и вы его оформляете. И этот сайт «Бессмертный полк» – это называется, что, на века. Вот так как социальная сеть героев войны. Героев войны. Это вот как раз «Бессмертный полк». Этот сайт организован вот одновременно теми людьми, которые вот все это придумали, эти шествия, они вот параллельно, они одно без другого не бывают на самом деле. Вот. Поэтому первым делом, я думаю, все-таки зайти туда, зарегистрироваться, и всех своих ветеранов со всеми наградами, со всеми фотографиями, с рассказами о боевом пути, чтобы каждый человек на этой планете мог зайти на этот сайт и прочитать о вашем предке, о вашем герое, чтобы не только в вашей семье, чтобы каждый знал. Вот. А также предлагается поменять к 9 мая свою собственную аватарку в личном профиле на аватарку вашего ветерана. Ну, мы, в принципе, это делаем не первый год, поэтому я надеюсь, фотографии ваших ветеранов у вас лежат заготовленные. Вот. Второй вариант. Онлайн-трансляция на сайте мойурок.ру. Мой полк. Вот. Мой полк, да. В вашей истории соцсетей может попасть в текстовую трансляцию с сайта 9 мая. Вот. Третий вариант. Дома. Организаторы советуют собраться с семьей за столом, поставить рядом портрет родного человека, если его нет в живых, а уже сколько лет прошло, на самом деле, с войны, и всем вместе вспомнить солдата. То есть о чем это? На самом деле человек жив, пока о нем помнят. Вот так давайте помнить о наших героях, наших ветеранах как-то организованно, пусть в формате собственной семьи, но организованно, не спорадически, стихийно. 9 мая, а, был кто-то у нас ветеран, воевал. А как-то вот конкретно. В конце концов, если у вас есть маленькие дети, которые еще не знают историй ветеранов из вашей семьи, можно достать семейный альбом, выложить какие-то награды, может быть, показать ребенку документацию. Это будет очень интересно. И вот в такой форме рассказа о герое, о супергерое нашего, вашей семьи, можно рассказать детям о летописи целой войны. А если сходу не помните, на самом деле, все решается очень просто. У Министерства обороны Российской Федерации есть сайт, не только Минобороны РФ, у них есть сайт, называется «Подвиг народа». Там собраны наградные документы на наших ветеранов, сканы наградных документов, которые на каждую награду каждого воевавшего на той войне писали в штабах дивизий полков и батальонов. То есть заходите, «Подвиг народа», вкладка «Наградные документы», вбиваете имя, фамилию, открывается личное дело, ну там где-то на 95% уже заполнено, то есть кто-то может и не отражаться в этом списке, работа идет, ну на 95%, что там ваш ветеран есть. И просто наградной лист, в котором описано, такого-то там как начинается, дата совершения подвига, двоеточие. И идет вот скан армейского документа, там 41, 43, 43, ну какого года. И там написано, что такой-то, в боях, вот там-то, там-то, совершил то-то, то-то. За это вот представляем его к этой награде. На самом деле вот молодому поколению такие вещи почитать, на самом деле, достаточно скупые, может быть, штабные строчки, но за ними подвиг конкретно очень ярко просматривается. Да и не только молодое поколение, хочется сказать даже вот, что в моей семье мы не до конца знали, за что конкретно получили наши прабабушки, прадедушки определенные награды. Есть медали на пиджаке, есть, да. Вбиваете, и вот со слезами на глазах действительно мы читали о том, какой именно подвиг, какой именно поступок совершил прадедушка. И даже хотя, например, ваше младшее поколение уже, там, детки, внуки особо не знали этих людей лично, но это действительно очень такой сильный след оставляет в вашей душе. Но если говорить уже о том, как пройдет акция «Бессмертный полк» в этом году, то народный артист Советского Союза Василий Лановой буквально на днях призвал россиян участвовать в акции 9 мая. В связи с введенным режимом самоизоляции он попросил всех, чтобы провели это мероприятие в онлайн формате. Давайте посмотрим это обращение. Действительно, оно очень сильное и трогательное. Внимание на экран. Дорогие друзья, приближается самый главный, самый наш любимый праздник – День Победы. Я призываю всех вас, каждого, кому дорога память о солдатах Великой Отечественной войны, принять участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн формате. 9 мая в 19 часов традиционно состоится минута молчания в память о погибших в этой страшной войне. Я призываю все телерадиокомпании страны, радиостанции, цифровое телевидение, онлайн-каналы, ведущие трансляцию в интернете и все другие средства массовой информации сделать этот день особенным. И после минуты молчания включить любимую всеми песню «День Победы». Ее слова близки каждому, в чьей семье помнят ужасы войны и гордятся подвигом воинов, не жалевших себя ради мирного неба у нас над головой. Слова и мелодии «Дня Победы» живут в сердце каждого из нас. Друзья, включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон. Выгляните в окно, вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собою, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле. Помолчите в память о них, и вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню «День Победы». Это и есть наше единение. Никакие невзгоды не помешают нам отпраздновать всем вместе, всей страной, день величайшей победы. Всей душой приглашаю вас принять участие в этой акции. До встречи 9 мая. Наш телеканал также присоединится к акции 9 мая. В каком формате смотрите также в ближайших информационных выпусках. Мы все подробно расскажем. Уже сейчас, правда, телеканал Археис 24 запустил новый челлендж. «Скажи спасибо ветерану». Чтобы принять в нем участие, достаточно снять ролик, где вы либо читаете стих, либо поете песню, или даже делаете что-то своими руками. Главное, чтобы это все говорило о том, что вы благодарны ветеранам, и что вы хотите сказать спасибо каждому ветерану. Если кто-то не понял, что можно сделать благодарность ветеранам своими руками, подскажу. Например, можно дерево посадить в честь своего ветерана. Вот Зеленстрой сейчас на самом деле нас поддержит. Вот. Ролик со всем этим необходимо будет разместить у себя на странице в Инстаграм, указав 4 обязательных хэштега. Ну, они короткие. Хэштег «Спасибо ветеранам», «Археис 24», «Победа 75» и «Победа 09». И не забудьте отметить наш телеканал, а лучшие ролики мы опубликуем у себя. Более того, мы покажем их в нашем телеэфире, в новостях. Ну, как раз давайте сейчас... Не только в новостях. И не только в новостях, мы их везде покажем на самом деле, да. И как раз сейчас давайте посмотрим подборку из наших видео. День Победы Отмечается слона Надевают наши деды боевые алдина Их шутла зовет залога на торжественный палат И задумчиво салога следом бабушки глядят Спасибо деду за победу, за все военные года За то, что он за нашу землю в атаку смело шел всегда За то, что годы молодые не пожалел он потерять За то, что родину не дрогнув, ушел мальчишкой защищать За то, что не было там трусов Среди друзей однополчан Узбеков, русских, белорусов, грузин, татар и молдаван За то, что грудь свою подставил Под пули, бомбы и штыки Освобождая нашу землю, деревни, села, городки За то, что мы живем на свете Без срывов бомб и без стрельбы За счастье жить, как в вольный ветер Не зная ужасов войны День победы Красные тюльпаны Встречи ветераны Песни фронтовые Награды боевые И среди твой небо Огромка побед Я не видел войну Федоров Я не видел войну Я не знаю Как там жили те, кто от страха не спал по ночам Боясь, что во сне их бомбить начнет враг Превратив все вокруг в обгорелый овраг Я не видел, как гибли десятки людей Кто от пуль, кто от вида жестоких смертей Кто от голода, кто от потери надежды Жизнь закончив свою в коме хрваной одежды И навряд ли смогу до конца я понять Как тяжело пережившим войну вспоминать Когда папы и деды Без стеснения лют слезы К обелискам кладя гвоздики и розы Их поймет только тот, кто сам ад пережил Только тот, кто родных на войне схоронил Кто товарища, друга в бою потерял Кто остался ни с чем, но страну отстоял Ну, не секрет, что вызванные пандемией коронавируса Ограничения в общественной и экономической жизни Сильно ударили по бизнесу Но в трудной ситуации ряд предпринимателей Сумели найти неординарные решения Как сохранить и развить свое дело Демонстрируя при этом еще яркие примеры благотворительности Редакция сайта stopcoronavirus.rf Это в нашей стране ведущий официальный сайт По ситуации с коронавирусом Все эти антикризисные истории собирает В проекте решение есть Так влияние коронавируса Спортивная отрасль ощутила еще в конце февраля Продажи сократились А с середины марта они упали на 70-95% Но несмотря на временное закрытие Многие фитнес-клубы пытаются продолжать тренировки И меняют их формат Ежедневно тренеры по разным дисциплинам Выкладывают записанные дома ролики На различные платформы Ютуб, Инстаграм и прочее Просто чтобы все желающие могли Не бросать занятия спортом Сидя дома в четырех стенах Лучше не бросать занятия спортом Еще когда холодильничек рядышком Не говори так Онлайн-тренировки Это прежде всего способ поддержать тренерский состав Чтобы они не потеряли клиентов Наоборот, их как-то в интернете расширили А какие пути продолжения своей тренерской работы Находят фитнес-инструкторы Мы увидим из нашего следующего ролика Мы сдали порядка 55 байков Часть байков мы отправили нашим инструкторам Чтобы они могли из дома вести свои лайф-тренировки Таким вот образом Это все выглядит в штатив Ставим телефон Ну и все И, собственно, в принципе, можно начинать Все как-то очень открыто, лояльно к этому относятся Никто не воспринимает это как Как-то неправильно Все понимают нашу ситуацию И все нас поддерживают Зарабатывать сейчас, конечно, непросто Но вот тренеры находят такие способы И многие из них даже продолжают показывать Какие-то мастер-классы в режиме онлайн По платной подписке Правда, эта плата определяется самими потребителями услуг Это даже не такие не донаты и не оплата А благодарности и так называемые чаевые Сколько не жалко, что называется То есть, конечно, мы все надеемся на то, что подобные меры Скоро канут в лето И мы будем жить нашей обычной жизнью Внукам только будем рассказывать потом Ну а пока что Знаешь, о, было Пока что действительно нужно соблюдать режим самоизоляции Не расслабляться Чтобы 11 числа мы могли уже говорить о том Что будут приниматься некоторые послабления К сожалению, наш эфир подходит к концу Да Мы с вами еще увидимся Но опять-таки мы напоминаем вам Что необходимо сидеть дома Необходимо проводить Различные дезинфицирующие мероприятия Да, возможно, мы уже надоелись Вот этими всеми просьбами и убеждениями Но коронавирус надоел сильнее Да Но помните о том, что впереди майские каникулы Нельзя, нельзя никак нам поддаваться этому соблазну солнечному Выходить на улицу и общаться со своими друзьями Вот Да, полторы недели осталось Самое главное Это самое главное И мы желаем вам Вот сегодня мне такое Завершение в силе пожелания Мы желаем вам, чтобы вот вчерашние новости Так же, как и нас зарядили Вот все-таки немножечко на позитив Так же и зарядили и вас Но все-таки оставили такую толику страха и сомнения перед коронавирусом И уже очень нам хочется приглашать наших гостей в студию Приглашать вас, чтобы уже общаться лично Да Вот, опять же напоминаю, что полторы недели осталось Вот до очередного обещанного президентом срока До 11-го числа И если мы вот за эти полторы недели возьмем Сдуемся Вот Все-таки найдем способ столкнуться с инфицированным Подхватить у него вирус Заболеть Пополнить статистику Вот Это будет Это будет по-настоящему обидно Не обидно быть первым заболевшим в такой ситуации Обидно быть последним Вот это реально будет неинтересно Продолжая вашу мысль Чем больше сдуваемся мы, тем больше раздувается вирус Вот такая вот легкая арифметика Ну, а мы уже все-таки попрощаемся Наш эфир подходит к концу Но попрощаемся ненадолго, потому что увидимся уже завтра, как всегда, в 15.00 на телеканале Архиз24 Всего доброго, до свидания, не болейте, пожалуйста Редактор субтитров А.Семкин